Тему гимнастики мы обсудим с нашим гостем в студии. Это представительница Азербайджана в спортивной гимнастике Марина Некрасова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Спасибо, что пригласили. Ну вот сейчас на прошедшем чемпионате Европы вы седьмое место заняли. Как оцените свое выступление? В квалификацию выступил очень достойно. Сама даже не ожидала такого результата. Поставили 9 из 10 по технике. В финале с некоторыми задачами не справилась перед собой. Было падение. Наверное, давно не было соревнований. Седьмое место. То есть квалификационный результат был выше финального? Да. Понятно. Ну вот вы завоевали олимпийскую лицензию после чемпионата мира. Как сейчас готовитесь к олимпиаде? Проходят соревнованиями, начиная подготовку, потому что давно не было соревнований. Поменялся тренерский состав. Поставили задачи с тренером. Минимальные, максимальные. Надеюсь, что время покажет, к чему сможем прийти. А трудно ли было входить в новый тренерский состав, когда он меняется? Да, непросто. Непросто надо срабатываться, нужно время. Получается пока все. То есть даже в спортивной гимнастике у кого-то свои установки, у кого-то свои. Больша ли разница? Ну да. У каждого тренера свое видение. У нас 4 снаряда. Каждый тренер где-то лучше, где-то сильнее, где-то видит во мне потенциал. Где-то в каких-то снарядах больше. То есть упор делается на какие-то снаряжения отдельные? Нет, делаем на многоборе упор. Ну, у каждого тренера свой опыт в своем виде. А вот в период пандемии что наиболее сложного было, в период застоя? Как тренировались? Ну, самое сложное было остаться без зала, потому что был самый такой пик формы физической подготовности. Конечно, полностью была потеряна физическая форма, несмотря на то, что и бегала, и прыгала дома очень много, выполняла разных упражнений. Но все равно это не помогло. Снаряды есть снаряды, они делают нашу физическую форму лучше. То есть дома всего не исполнишь? Да, как бы не хотелось, хоть я по 2 раза в день так же тренировалась, старалась сохранить режим. Все равно вес прибавился, и форма уже не та. Надо бегать, нужно место. Большую ли разницу вес имеет в данном случае? Да, конечно. Ну, если это 1 килограмм, то не страшно. А если 2, 3, 4, уже да. Понятно. И много ли растеряли в кондициях физических? Какой нужен срок вообще гимназии, чтобы вернуться на прежний вид? Для меня, для всех по-разному. Кто-то и не может вернуться, кто-то очень быстро возвращается. 2 недели, для меня 4. 4 недели, месяца достаточно, чтобы прийти к более-менее нормальной физической форме, чтобы можно было выполнять все программы. Становится ли спортсмен таким травмоподверженным больше после этого застой? Да, конечно. И со мной так же случилось несколько травм перед чемпионатом Европы, что пришлось восстанавливаться. Слава богу, все хорошо. То есть это с растяжкой или с разогревом мышц? Нет, это... Конечно, это как бы способствует уменьшить травмы, если правильно подходить к разминкам, правильно растяжки делать. Ну, а так это, я думаю, что просто время нужно сложной программы, как бы есть больше шансов травмы. А ваш период восстановления, он обычно сложный бывает? Нет, просто нужно терпение и вкладываться на 100%. Марина, а как вы пришли в гимнастику? Сколько вам было лет? Родители привели в гимнастику еще в 3,5 года. У меня есть сестра-двойняшка, очень много было энергии, родители не знали, что с нами делать. И по соседству с нашим садиком жил мой первый тренер, и она нас пригласила. Ну, родители приняли такое решение, что нужно отдать в какой-то спорт, и отдали в гимнастику. После пятого класса сестра ушла с гимнастики, а у меня все только начало получаться, и так вот продолжаю. То есть вначале у нее лучше получалось, и она ушла? Ну да, у нее были данные чуть-чуть лучше. Она пластичная, мягкая, а потом это поспособствовало травмам. Поэтому она решила, что больше не может заниматься и не хочет. Мне очень понравилось. А вот как именно был сделан выбор в пользу спортивной гимнастики? Не у художественной, которая больше девочкам нравится, наверное? Мои данные не подходят к художественной гимнастике. Они пластичны, и не мягны, и не для этого вида спорта. И у сестры то же самое было? Сестра ходила на художественную гимнастику. Уже возраст у нее был пятый класс, это поздно для художественной гимнастики. Она выбрала балет. А вот что наиболее сложно было вначале? Какие-то отдельные упражнения для вас? Какой-то вид был на любой сложный? Не знаю, тех сложностей я как бы не помню. Ну, мне все очень нравилось. Вообще, это вот гимнастика моя душа, и я очень долгое время выступала как многоборка. Это уже здесь, не знаю, года три-четыре назад мы приняли решение, что можно делать упор на отдельный вид. Но продолжая работаю многоборья. То есть нет такого, что я работаю один снаряд. Всегда как бы у меня в работе многоборья. Расскажите о своем первом международном турнире на юношеском уровне. Первый международный турнир был, это турнир латыниной. Первый раз туда поехала, но это уже было как не юношеское, наверное. Молодежность? Ну, я уже была взрослая. Но только тогда смогла поехать. По мастерам спорта я выступала. Нет, еще был в Минске, ездили в Беларусь, да. Тогда еще на самолетах не ездили, поехали на поезде. И там достойно очень выступила, с белорусскими тогда соперничали. Тогда ответственность как-то давила? Нет, ответственность никогда не давит. Ту работу, которую мы выполняем, мы показываем на соревнованиях. То есть, если не проделать тут пути, то и на соревнованиях, естественно, уже, возможно, даже и не поедешь. Ну, вот как прокомментируете ваше выступление на Евроиграх в Баку 2015? Такой был крупный первый, наверное, турнир у вас. Да, вот в Баку, именно в Баку был первый. Очень было, ответственно было, потому что, как бы, на домашней арене очень много людей было. В этом плане было очень некомфортно, да. Первый раз, да, такое было. Ну, достойно справилась. Также финал был на Европейских играх. Вошла в кураж. Ну, это хороший опыт был для следующих соревнований. Все-таки начинать с такого, наверное, сложнее. Да, думаю, что да. А вот в вашей карьере какое было соревнование наиболее сложным для вас? Из всех международных? Не знаю даже. Я на всех соревнованиях выступаю с удовольствием. Да, нет такого, что у меня какая-то трудность или что-то непреодолимое. Да, ну, думаю, что путь перед соревнованиями всегда сложен, всегда непредсказуем. И вот если мы его проходим, то уже можем представить все на соревнованиях. То есть, как бы, тяжело в учении, легко в бою здесь сидят? Да, все верно. Все правильно. Если мы преодолеем этот путь, то облегчение придет вот с помощью результата. Понятно. Ну и хотелось бы в завершение узнать, какие цели, задачи ставите на ближайшее будущее. И кого вы считаете главным соперником на Олимпиаде? Перед Олимпийскими играми у нас есть еще один старт в Киеве. Буквально через три недели пройдет. А после уже все время отдадим на подготовку к Олимпийским играм. Соперники, все соперники. Лидеры, конечно, это Америка, Россия. В Швейцарии. И потому, что именно в опорном прыжке, да. Будем бороться. То есть, можно таких соперников одолевать? Да. Даже такого уровня? Надо готовиться к этому, и все получится. Дай бог. Ну что ж, удачи вам на Олимпиаде. Будем ждать вашего успешного выступления. Будем болеть за вас. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Спасибо вам большое. Нашим гостем в студии была представительница Азербайджана в спортивной гимнастике Марина Некрасова.